Привет, меня зовут Наталья и добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. Два месяца не было рубрики Тени Месяца. Не знаю, вы скучали? Вам она нравится, не нравится? Для меня это очень приятная рубрика. Мне страшно нравится тестировать новые, обычно новые, ну или просто тени одного бренда в течение целого месяца. И, честно говоря, я просто не могла дождаться, чтобы начать снимать видео Тени Август. И сегодня речь пойдет о вот этой совершенно потрясающей палетке от американского бренда Nomad Cosmetics. Они эту палетку создали вдохновившись Токио и стрит-стайлом, вот этой вот субкультурой лолиты, когда девушки в Токио одеваются как такие куколки, очень там с розовыми бантиками, с макияжем таким кукольным. У них это называется Lolitas. И вот вдохновившись этой субкультурой была создана вот эта вот палетка под названием Токио. Поэтому она выглядит такая немножечко японская. И два месяца не было этой рубрики по той причине, что я делала операцию на глазах, лазерную коррекцию зрения. И целый месяц мне нельзя было пользоваться вообще никакой косметикой. И получилось, что это была занята часть июня и часть июля, и в итоге не в июле я не тестировала никакие новые тени, естественно. А купила я эту палетку еще в начале июня, так что представляете себе, как я страдала. Вот так вот она выглядит внутри. Я неоднократно признавалась в любви к пастельным оттенкам. Если помните, в прошлом году у меня самой любимой палеткой стала весенняя лимитка от Lancome Sugar Palette, которая примерно вот в такой же цветовой гамме была выполнена. И в частности, одна из причин, по которой я решила купить эту палетку, это вот этот вот оттенок. В Lancome Sugar Palette есть подобный оттенок, очень светлый, лимонно-желтый, и у меня в нем уже дырка. Настолько он мне нравится. Этот оттенок просто прекрасен. Но такова природа желтого цвета, в принципе, что он очень светлый, очень прозрачный и расходуется всегда быстрее всего. Я это знаю по ситуации с принтером. У меня струйный принтер, я довольно много печатаю изображений, и на каждый цвет у меня отдельный картридж. И я знаю, что картридж с желтым цветом приходится менять гораздо чаще, чем другие. И иногда один к двум, или как минимум один к полтора. То есть на два, допустим, там синих или красных картриджа уходит три желтых. Так что таковая особенность желтого цвета. Я была к этому готова, но я не была готова остаться без такого оттенка в коллекции. Поэтому, когда я увидела эту палетку, я ее подсмотрела у моего любимого блогера Анжелики Нюквист в ее рубрике «Новые релизы косметические». Я как только увидела, я прям заболела. И, честно скажу, эту палетку я в основном купила из этого желтого цвета, потому что примерно половина цветов, наверное, у меня в коллекции уже есть таких. В частности, в той же ланкомовской палетке. Но все-таки она со мной говорила на каком-то глубинном уровне, и я решила ее купить. У меня есть вот эти вот два оттенка совершенно точно. Ну, вот этот оттенок есть, но он у меня заканчивается. У меня был вот подобный топпер, но, кстати, я его после появления этой палетки удалила из своей коллекции. У меня есть, конечно, серые оттенки, но они светлее, чем этот, и темнее, чем этот. Так что как бы было интересно. У меня есть что-то похожее фиолетовое, но, как оказалось, здесь такое феерическое качество теней, что я ни капельки не жалею о том, что у меня есть в этой формуле этот оттенок. У меня есть, опять же, что-то наподобие, но тоже совершенно в другом качестве. Ну и, естественно, у меня есть вот подобные бежевые, хотя я тоже не жалею с учетом того, какое классное качество у этих теней. В этой палетке, как вы видите, три ряда по пять оттенков, то есть всего 15 цветов. Верхний ряд это матовые, средний ряд это сатиновые и нижний ряд это глиттерные топперы. Ну и давайте я сделаю какие-никакие все-таки сводчи. Оранжевый оттенок называется Kawai. Фиолетовый, лавандовый Takenoko Zoku. Я не знаю, что это значит. Он, кстати, у меня сегодня на глазах, у меня практически мономакияж. Бледно-желтый называется Melty Room. Это, кстати, тоже в этой субкультуре приняты такие чайпития. Девушки надряжаются в этом стиле Lolitas и чайпития устраивают, где можно покрасоваться. Бледно-мятный Какегори и последний темно-серый называется Visual K. Второй ряд, клубничный розовый, как раз называется Lolita. Бирюзовый называется Now is Forever. Видите, вот на этих немножко видно, что они такие чуть-чуть сатиновые, но, честно говоря, это практически незаметно на глазах. Совершенно бесполезный оттенок, чтобы свочить ханами. Он практически чуть-чуть светлее тона моей кожи. Холодный такой розово-фиолетовый. Гиару. Вот так вот выглядит. Вот он как раз заметно сатиновый такой. И светло-серый называется Kuroi Niji. Боже мой. Я, конечно, переврала наверняка произношение. На камере выглядит немножко зеленоватым, но он такой абсолютно классический, холодный, серый, стальной. То есть ничего в нем зеленого нет. Просто это может быть... Может быть у меня на мониторе так выглядит. Не знаю, как это вам видно будет, но поверьте мне на слово, он просто классический серый. И, честно говоря, топеры совершенно бесполезно свочить на руке, потому что они полупрозрачные с переливом, такие дуахромные и даже, может быть, мультихромные. Я вам их просто на пальцах покажу, потому что так будет более заметно. Вот этот вот фиолетовый называется Dekora. Посмотрите, какая красота. Вообще супер просто. Второй желтый. Он из желтого переливается в розовый. Называется Zaku Zaku. Название, конечно, супер. Третий. Он такой достаточно классический, фиолетовый, с таким фуксиевым отливом. Называется Takishito Dori. Четвертый. Вот на мизинчике у меня называется Mocchi-Mocchi. Насколько я помню, это название какого-то японского десерта. Он такой скорее желтый. Желтый, чем зеленый. Немножко отливает зеленым, но скорее желтый. Это, кстати, удивительное свойство этих топеров, что они в палетке... Вот желтый выглядит желтым, а отливает он скорее розовым. А то, что в палетке выглядит зеленым, отливает скорее желтым. Очень... И последний просто звезда этой палетки. Называется Ataku. И это вот такой вот на почти прозрачной белой базе. Там очень много разных оттенков. Там и голубой, и фиолетовый, и зеленый. Такой совершенно потрясающий цвет. Очень мне нравится. Что касается качества этих теней, я в абсолютном восторге. Конечно, у каждого человека свои какие-то предпочтения в смысле теней. Некоторые вот мне писали, что их любимая формула теней – это Colourpop. Хотя для меня они суховаты на мой вкус. Или вот у массы поклонников у теней MAC, я их вообще терпеть не могу, маковские тени. Они страшно сухие, на мой взгляд, и такие какие-то неприятные, меловые. Но здесь формула... Я говорю сейчас про сатиновые и про матовые. Формула очень пыльная, при этом очень мягкая и кремовая. Вот когда на ощупь просто вообще кайф, такое ощущение, что какой-то, не знаю, там бархат или шелк трогаешь. Совершенно потрясающие тени. Очень классно набираются на кисть. Я предпочитаю очень мягкие синтетические кисти, и с ними просто прекрасно работают эти тени. Я думаю, что если бы я пользовалась более жесткими натуральными кистями, типа кистей из козы, то вполне возможно я бы такого кайфа не получила, и скорее всего они бы очень быстро расходовались и очень сильно бы пылили. Но с мягкими синтетическими кистями просто перфектно. Они отлично набираются, отлично ложатся на века, прекрасно тушуются буквально сами собой. Яркость, вы видите, какая совершенно потрясающая. Как я сказала, это практически у меня сейчас на веке вот этот вот оттенок. Под бровью немножко вот этот вот бежевый. И чуть-чуть во внутренний уголок я добавила дуахром от Makeup Geek, который называется Phantom. Я буду рассказывать и буду параллельно вставлять здесь на экране картинки с макияжами, которые я делала с этой палеткой. И даже коротенькое видео у меня есть, одноминутное в инстаграме, где я красилась вот этим вот потрясающим персиковым и вот этим бирюзовым. В общем, я в восторге. Качество теней совершенно потрясающее. Мультихромы меня, я даже не скажу, что разочаровали. Они особенные. Надо четко понимать. Как топеры, они прекрасны. Они потрясающе наслаиваются на матовые тени. Они дают совершенно какой-то феерический рефлекс. Они очень сияющие. Они очень красиво переливаются. Но если их использовать как обычные металлики, то вас постигнет разочарование. Когда я делала макияж с бирюзовым нижним веком, то я попыталась как бы немножко усилить, сделать более металлический эффект и попыталась использовать вот этот вот зелененький оттенок. У меня ничего не получилось, потому что он просто не набирался на плоскую синтетическую кисть, даже на влажную и не отдавал этот пигмент потом на века. Поэтому, чтобы использовать их как вот самостоятельный металлик, это нет, это не получится. Это именно топеры. Также не идеальны они для внутреннего уголка. Ну, по крайней мере, естественно, вот этот и вот этот оттенки слишком темные для внутреннего уголка. Вот этот прекрасно работает во внутреннем уголке. Тут не о чем говорить. А вот эти два мне не очень понравились, потому что слишком сильна в них вот эта туохромистость. Я использовала вот этот вот желто-розовый в одном из макияжей, и он классно смотрелся, вот пока я смотрела в зеркало. Когда я стала пересматривать фотографии, я увидела, что в некоторых местах он очень сильно ушел в желтый. То есть, да, блик такой розовый, а потом под определенным углом раз, и такое желтое пятно. И мне это не очень нравится, потому что это немножко похоже на заживающий синяк, в принципе. Поэтому я бы не стала их, кроме вот этого самого светлого, я бы не стала на себе их использовать в качестве хайлайтера во внутренний уголок или под бровь. Но в качестве топера на центр века это просто классно. Ну, и вот отдельно хочу еще раз сказать вот про этот бежевый оттенок в цвет моей кожи. Скорее всего, у него тоже очень быстро будет дырка, у него уже полностью стерся рисунок, хотя на всех остальных еще котики видны. На нем была буква N, как Nomad, первая буква названия бренда, и она уже полностью стерлась. И он прекрасен для того, чтобы закреплять пространство под бровью. То есть, я наношу на базу эти тени. Базу я всегда использую Smashbox 24 часа, потому что она на мне дает самую лучшую стойкость. И я не закрепляю базу на веки, но я закрепляю базу под бровью, потому что именно туда уходит мягкая тушевка. И для того, чтобы красивее растушевались тени, я предпочитаю ее под бровью закрепить. А на веки, наоборот, мне нужна максимальная плотность цвета, и поэтому там я базу не закрепляю. И этот оттенок совершенно прекрасен, он идеально подходит под мой цвет кожи, он чуть-чуть светлее. И такой чуть-чуть сатиновый, не полностью матовый, что тоже очень классно смотрится на возрастных моих веках, текстурированных, просто идеально. Вот у него та степень сатиновости, которая не подчеркивает текстуру, и при этом идеально растушевывается, и при этом создает вот эффект такой увлажненной, свежей кожи. Я просто в восторге. Он у меня идет в каждый макияж, и наверняка протрется быстрее других. Так что очень жаль, что на мат нету однушек. Итого, я эту палетку рекомендую всем любителям пастельных оттенков. Также я ее рекомендую, если вы хотите, так сказать, заступить на территорию ярких макияжей, но стесняетесь, боитесь, что будет неуместно, потому что именно пастельные оттенки позволяют использовать яркий цвет, но при этом не нарушать как бы границы приличия, границы дозволено. Нет, естественно, все дозволено, но если вы чувствуете, что как бы, может быть, не очень хорошо на вас посмотрят, или вы сами будете не очень комфортно себя чувствовать, то мне кажется, пастельные оттенки именно для вас, потому что они позволяют создать очень нежные макияжи, очень такие неброские макияжи, но в то же время цвет. Вы можете использовать, делать вот такой вот мономакияж абсолютно любым цветом в этой палетке. Вы можете делать абсолютно нейтральный макияж и добавлять цветной акцент во внутренний уголок глаза или на центр века, или по нижнему веку. Вы можете сочетать несколько пастельных оттенков макияжа, в общем, творите, как вам нравится, тем более, что эти оттенки, поскольку они потрясающе тушуются, то их можно очень-очень такой прямо легкой-легкой дымкой сделать, только намек на цвет придать. Это, как вы понимаете, не мой вариант. Я люблю яркие макияжи, я люблю яркие тени, я люблю пастель в макияже, и я совершенно потрясена качеством и просто в диком восторге. Я с удовольствием купила бы еще какую-то палетку этого бренда, но, к сожалению, у них, по-моему, 3 или 4 всего палетки. В общем, я вставлю сейчас на экране картинки других их палеток, и ни одна из них меня по цветам не привлекла. То есть какие-то отдельные оттенки, конечно, мне нравятся, но в целом не мое. И, конечно, очень жаль мне, что у них нет однушек, потому что я бы, наверное, вот этот бежевый и желтый покупала бы долгие-долгие годы в перспективе, потому что для меня это просто два абсолютно идеальных цвета. Конечно, еще и вот этот вот мультихром, сейчас я как-то поверну, вот видите, какой он потрясающий совершенно. Он тоже классный, но я думаю, что он у меня так быстро все-таки не уйдет, чтобы его прям покупать. Ну, а вот эти два оттенка, это просто прям любовь-любовь-любовь-любовь. Так что, если вам понравилась эта палетка, или если вас зацепила цветовая схема одной из палеток других этого бренда, не обязательно, не все любят пастель и яркие оттенки, у них есть и такие более спокойные, приглушенные палетки, то я вам очень рекомендую, потому что качество просто феноменальное. Не знаю, к сожалению, не могу посмотреть, есть ли доставка в Россию, но в принципе, поскольку это американский инди-бренд, то обычно у них доставка по всему миру, в Латвию совершенно без проблем ее доставили. Кстати, очень быстро пришла, буквально там за неделю или около того. Я даже немножко расстроилась, потому что она пришла практически сразу, как мне сделали операцию, я вынуждена была ждать целый месяц и смотреть на нее, и свочить ее, и не могла ей накраситься. Но когда уж я начала краситься, я уже оторвалась по полной программе. Ну и это все на сегодня. Если это видео было для вас полезным и интересным, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на мой канал, и до встречи. Пока!